Дорогие друзья, продолжаем процесс виноделия. Спасибо всем комментаторам, кто пишет, что там антисанитария, грязь, там все плохо. Ребят, делаю для себя впервые, то есть если вдруг во мне проснется прям великий винодел, то в дальнейшем сделаем все более круто, сразу там с гребнеотделителями и так далее. То, что есть и те, кто говорит, что гребни дают горечь, но вот сегодня подошел тот день, когда мы сейчас будем сливать уже почти перепродившее сусло и мезгу оставлять и скидывать его в бочку, также будем ее заливать водичкой. Выглядит вот так вот. У нас шапка еще есть, брожение еще идет, сейчас берем сетечко и будем это все в бочку загружать. Сахар, 600 рублей ушло, 59 где-то пачка, стоит, ну 590. И вот такая вот вещь стоит, это кидрозапор. Покупал в Анапе и стоимость у него 85 рублей. Это будем вставлять в баночки, чтобы туда не поступал воздух. Так, ребята, процесс очень такой интересный. Мы собираем мезгу, я уже просто наладил все это производство. Грушачок, еще побольше. Потом над ведром отжимаем. Как можно больше сока туда ушел, и оно у нас осталось гважным. Руки помыл, кстати, если что, смыл и фрейли. Мы уже почти полное ведро сока и скидываем в отдельную почку, как раз таки светят чем-то. Так, сейчас полностью пройдем всю ванну. И кто-то смеялся над вами, что получится 100 литров вина. Сейчас я вам все расскажу и покажу. Я сам в шоке на самом деле. Сосуд это 52 литра виноградного сока. Густенький, прям уж только руки отмыл от него. Ну будет осадок, будет потерян. И здесь у нас в этом ведре еще есть такая рисочка, по которой я определял. Ну короче, пол ведра, четыре с половиной еще литра у нас здесь есть. Точно идем. Вот она. Риски 8, 6, 5 литров вина. То есть и того чистого виноградного сока у нас получилось 57 литров. У нас есть мезга, которую я отобрал. Сейчас я ее обратно буду загружать в ванну, заливать тем же количеством воды. Короче, процесс такой прям идет. Из него должно быть второе вино, которое также будет 50 литров. Итого у меня будет 100 литров вина. А еще чаще может быть и так далее. Короче, ребятки, будет дальше интересно. Возвращаясь обратно в ванную. Дорогие мои, дальше мы берем теплую воду. Где-то градусов, наверное, под 40. И добавляем в нее сахар. На 10 литров идет 1 килограмм. Так как у меня получилось 57 литров сока, то мы будем заливать мезгу таким же объемом воды. То есть получается 6 килограмм сахара и, грубо говоря, там 57 литров водички. Сахар засыпаем. Размешиваем, чтобы там было не было. Сахар растворился. Температура водички, это, ну, внимательно, это, наверное, сказал даже много, градусов 35, наверное. Не больше, чтобы ваши дрожжи, которые сейчас есть в мезге, они не погибли. И заливаем. Я сразу растворил 2 килограмма, чтобы меньше мешать. Мы залили сиропом. Получается тепленький, повторяем, не горячий, должен быть. Можете увидеть, смотрите, какой цвет дал. То есть в Молдове очень много... Ой, Молдова. Изабелли очень много красителей. У нас, в принципе, Молдова присутствует не в таких больших количествах. И теперь наша задача, вот, буквально пересереть все вот эти бубочки, луками пройти, чтобы полностью в воду ушел виноградный сок, который там еще остался. И мы его оставим еще на несколько дней. Посмотрим, если запустится процент поражения, значит, все хорошо. Получим так называемое второе вино. Порой, многие даже говорят, что это второе вино вкуснее, чем первое с виноградного сока. Ну, для тех, кто будет критиковать, хотя, в принципе, пищите. Сами пообсуждаю эту тему, потому что впервые пробую. И делаю ровно так, как мне говорят мои советчики, те люди, которые занимаются вином, те, которые пропьют очень много домашнего вина. То есть, а там уже все получится, получится. Хотелось бы еще отметить, что при переливании того вина, мне прям так голодовало. У него уже просто пенящий даже аромат, который от него исходит. Вот все эти дрожжи, брожения. Мне кажется, что надо плотно поесть, прежде чем потом куда-то ехать. Потому что кумари, так сказать, не по-детски. В общем, вот этот процесс сейчас я проделываю. Сахара оказалось мало. Мы подсчитали, что нам надо вообще еще чисто на заливку 20 килограмм. Мы делаем по рецепту очень хорошего человека. Не хотят говорить чего, а то еще грибы придут, так говорится. Ну, есть разные рецепты. То есть, мы будем где-то на литр добавлять 2,5 килограмма сахара. Есть те, кто добавляет там 1,2 кг. В общем, у всех по-разному, ребятки. То есть, тут спорить на и бесполезно. Надо пробовать и как получится, так и хорошо. В общем, я поехал в пятерочку за сахарочком. Еще взял 19 килограмм сахара. Под дождем это вообще-то. Валды не растаятся. Вышло еще 1,4 килограмма. 1,5 килограмма. Один рубль он стоит 1 килограмм. Гломкости для вина будут. Такие металлические кеги. Они по 50 литров пищевые, ботливые используются. Я сейчас промоем. Думачистника 2. И заливаем туда наши на градусах. Кстати, ребятки, мы в подвале. У нас здесь 21 градус тепло. Хорошая тема. Здесь мы заливаем уже последние литры. 35 литров сусла. Далее, смотрите, у нас общий объем 50. 30 процентов мы доливаем сиропом. На 10 литров сиропа добавляется 8 килограмм песка сахарного. То есть, у нас на 15 литров мы добавляем сюда 12 килограмм. Теплая водичка. Опять-таки, чтобы не убить бактерии. Размершено. И потихонечку вливаем. Оттуда идет прям настоящий аромат венца. В дальнейшем мы закрываем сначала сегодня крышечкой. Сегодня уже нет сил делать гидрозапоры на них. А потом мы поставим под гидрозапор. Я в следующем видео вам это все покажу. На 15 дней мы его оставляем. Оно будет играть, пока дрожжи не съедят весь сахар. Чтобы добиться нужной консистенции, мы ставим кастрюльку на плиту, засыпаем сахар и мешаем. Это действие происходит примерно около 10 минут, чтобы полностью сахар растворился. Накрываем такой бутылочкой. Вы можете увидеть, что пошел процесс брожения и рождение уже вина, дорогие друзья. Тан-тан-тан-тан. 50 и еще 3. 80. Это только первое вино. Как прикольно. Смотрите, ведь она натикает. Ладно, с гидрозапорами будем разбираться потом. Сейчас слишком активно идет вся эта движуха. Жду ваших советов. Сейчас мы все бутылочки, бутылочки накрываем сверху. Такими вот крышечками, чтобы у нас туда никто не лез. Так эта бутылка не подходит. Другой перелезать. Сейчас еще одну бутылку принесу. Жду вас всех в комментариях. Пишите, как вам процессик. Получится у меня, что не получится. Антисанитария и так далее. Этого подобного, ребята. Сейчас столько грязи оттуда выдали. Точнее, всю грязь. Если вы не в курсе в процессе вина, то, блин, вообще не задумайтесь, как оно готовится на заводах. Вам будет плохо. Прикиньте, опрысканный виноград. Не моют. Загружают в бункера. Потом оно там... Короче, не заворачивайтесь. С вами был Юрий Азаровский. Продолжаем виноделие. Надо отдельный плейлист, наверное, создать. Потому что я смотрю, очень многим эта тема вина заходит. У нас еще вот там вот стоит. Ну, потихонечку так лучше дозировано давать. А потом, если хватит сил, соберу все в один большой ролик. От души. Благодарю. Всем пока. Жду в комментариях. Всем пока. Всех sets. Меня ждет. Субтитры сделал DimaTorzok